запустил давайте познакомимся немножко и всех снимаем кто будет эту трансляцию смотреть как обычно с вами священие концентр мальцев и православный канал и батюшка лав ну давайте мои дорогие немножко я сначала скажу у нас велопробег несколько дней будет который это вот замечательная как я еще раз убеждаюсь нас молодежь хотя часто говорит вот замечательная молодежь которая и спортивная и активная так что не стесняйтесь на лайки для них но теперь с вами мои родные меня зовут священник константин мальцев я настоятель храма новомучника исповедника в церкви русской это станица ленинградская священником я десять лет уже как служу наверняка наверно все равно у вас возникнет вопрос как я пришел к вере в церковь конечно такая может быть с одной стороны что-то не нужно говорить но я для с вами буду чести и откровения у меня отец священник который сегодня служит городе бесслане наверняка вы знаете там теракт с деточками был захват школы помните кто-то постарше он наверно помнит вот и всегда он добрым примером был для меня достойного священника ну и плюс многие вещи которые в жизни с которыми каждый наверно в том числе из вас сталкивался и в больше или меньшей степени понимал что господь есть хочешь ты того верить или нет в любом случае бог есть вот занимаюсь активно с молодежью воленградской организовал уже в этом году 7 лет будет православный клуб называется уманский благовест многие мероприятия делали очень много мест приглашали очень активный образ жизни ведем в также с этого года с января возглавил по своей инициативе может кто-то слышал сейчас начало предислое маленько скажу есть такой проект бачка онлайн может кто-то слышал я в нем немножечко поучаствовал хорошие проекты ему всячески желаю успехов ну по определенным причинам я вышел из него и предложил нашему правящую архиерею создать еще одну площадку где будут священники проводить время трансляции общаться с людьми отвечать на вопросы какие-то интересные истории рассказывать которые полезны для души сегодня в общее количество подписчиков классников фейсбуке инстаграм общее количество около пяти тысяч насчитывается за вот где-то месяцев пять священники в этом проекте из белоруссии из украины сейчас ведутся разговоры пригласить батюшки в проект с германии то есть очень много вопросов задают порой каверзные я надеюсь и вы их тоже зададите потому что все равно у вас возникают вопросы почему так церкви происходит или почему не так происходит ну вот и с я с радостью вам отвечу на них вы кстати на батюшка лав сейчас идет эта трансляция я друзья как вы понимаете не смогу вам отвечать как-то на ваши вопросы сейчас вот это мы сейчас общаемся с молодежью надеюсь вам будет тоже интересно самое главное чего бы я начать хотел с вами именно мои дорогие друзья и люди задают два с одной стороны интересных вопрос один я считаю на раз все-таки глуповатый но тем не менее я на них тоже отвечу первый вопрос очень важный в чем смысл жизни потому что можно много трудиться молиться но порою господь говорит что не вся глаголе господи господь войдет царство небесное и зная многих людей которые имеют огромнейшие деньги они не имеют этого счастья хотя наверное если вас просить вы скажете хотел бы много иметь денег для чего понятно для чего поездить по миру там хорошую машину хороший дом иметь это замечательно но это не основная цель это не смысл жизни получается если ты все это приобрел а что дальше тогда получается нету смысла это уже у тебя есть и поверьте чем богаче человек тимона одинокий потому что с ним уже общаться не за то что он хороший в сам по себе человека из-за того что хотят от него какие-то финансовые помощи или еще чего-либо расскажу вам интересную историю с которой я столкнулся в ростове один есть человек у него есть там кафешки есть там всякие яхты все несколько квартира стоит вот ему по ошибке вот промыслительно так сказали что сделал анализы и по ошибке перепутали сказали что ваш анализ говорит о том что вам осталось немножко у вас онкология как вы понимаете в трудную минуту кто должен поддержать близкие правильно на рабочий и нюхрам с ним общались священники и когда у него им унынием отчаянием а самое главное то его отчаяние уныние были не из-за того что он умрет а из-за того что в этот момент когда озвучили что он смертельно болен ему стали закрывать рот и говорить ты уже молчит и уже ходящий труп ты давай уже распределяй кому чего ты отдашь вот вам по факту деньги которые многие стремятся к какому-то благосостоянии это нужно без финансов тоже никуда но апостол павел ученик христа очень замечательно один из апостолов замечательно говорит все нам дозвольно что на не нами не обладает то есть хочешь ты велосипед пожалуйста трудись где-то родители помогут относительно вашего возраста где-то ты сам немножко потрудиться и пожалуйста цель нужно ставить всегда стремиться к какой-то цели обязательно нужно почему потому что когда проходит жизнь ты оборачивайся и думаешь а чего я добился конечно основная цель все мы не вечи с вами все мы хотим попасть в россии на эту тему я вам если позволите расскажу одну притчу поскольку вот мы как с мало молодежь мы с вами общаемся один верующий человек путешествующий по городца и вот ваш зашел в один в одной из селени к и его окружила молодежь и горит но ты такой верующий покажи нам бога он говорит прежде чем я покажу вам бога дайте мне пожалуйста кружку молока ему принесли молоко он долго рассматривал молодые люди стали проявлять уже нетерпение чего ты там разглядываешь и на что этот старик сказал вы знаете все говорят что масло делается из молока но сколько я бы отрывал масло я его не увидел они конечно молодежь рассмеялась игрит ты ведь уже на резума выжил чтобы получить масло надо вскипятить просто кваши ну в общем соблюсти технологию всю тогда ты получишь масло оно свернется и получится кусок масла где тогда мне проще объяснить как познать бога как почувствовать бога нужно тоже нам много приложать усилия это молиться где-то поститься где-то добрые дела делать и тогда господь вознаградит вас как он сам сказал по делам вашим узнаю вас и вам будет по делам то есть не зря замечательная пословица что сеешь что и позже знаешь она очень часто в жизни нашей отображается или как господь ведь не судим не судим будешь а святые отцы дополняют в чем осуждаешь что мы побываешь часто и сам с этими сталкивался начиная человек осуждать что допустим он сквернословит не сопереживая ему что он к сожалению маленький словарный саббас имеет не может заменить в своем лексиконе достойные слова словами получается он сквернословит ты сядь мы родном уже ноги наверно затекли вот и получается в гневе чуть ли не вырывается у тебя тоже сквернословие но мы с вами умные люди с богатейшая история с богатейшим языком конечно же мы можем на каждый и ответ найти вопрос вернее ответ потому что история у нас огромная это вот первый может быть ответ в чем смысл жизни и второй я бы наверное хотел чтобы вы мне подсказали я знаю как ответить но мне интересно ваше мнение потому что активная умная молодежь алексей ты камеру экшен закрываешь она на столе стоит это алексей я его не вырежу вот вот пожалуйста это частый вопрос почему у меня это и так и удивляет часто и девочки и мальчики спрашивают батюшка почему я должен любить маму естественно или папу естественно за выдаешь на давай наводящий вопрос у тебя кушать нет есть тебя не одевать не бывает одевать и бывает что у тебя нет все вместе и возникает ступор такой что ответить если все у тебя есть и ты понимаешь что это тебе еще в силу этого возраста помогает все дать родители чтобы вы ответили ему почему он должен любить родители или она ну как то смелый почему нужно любить родителя не за что-то а вопреки они тебе все дали я буду дополнительно к а там же и кшим камера рядом чуть-чуть просто громче говори а потом на слойку сделала но им же дали получается давайте упростим вопрос почему молодежь очень часто стыдится своих родителей ведь если возникает вопрос я не знаю за что любить маму папу значит он не в авторитете у родителей правильно вернее они у него не в авторитете так будет правильнее сказать почему так получается это частый вопрос друзья это в неделю раза три постоянно мне задают его особенно когда вот эти у нас все были веяния синегид вот эти суицидальные всякие группы очень много было прям шквал каждый день по несколько поколись как вы думаете какой бы можно было бы ответ дать этим ребятам почему они должны любить родителей своих уважать ну и помогать естественно в чем необходимо кто смелый пишите почему они должны уважать любить кто ответит ну давайте ладно я хочу я вы знаете но стесняетесь значит есть два ответа первый духовный это и заповедь который господь еще дал ветхом завете моисею на горе синайской кто знает хоть одну заповедь из этого синайского законодательства но чего я вам подскажу чего нельзя делать не укради не убей не укради еще что-то там не обмани не сотвори себе кумира не сотвори себе кумира молодцы хологи и бачки горят в первую очередь заповеди называют тех которых не согрешили косячили ну в принципе вы правильно называете некоторые заповеди а кто сегодня кумир я сегодня одну не сдал в общем одного из молодого человека спросил тебе нравится Егор Крит да говорит ну еще другое имя какое-то назвала артиста но я честно говоря может быть слышал но не понял сразу о ком это можно его называть назвать сегодня для молодежи в какой-то мере Егора Крита кумиром покажи молодежь ну кто как кто вам нравится для вас определенный пример для подражания родители еще кто близкие друзья еще кто а близкие друзья могут предать самые близкие нет по разному бывает моё сокровище понимаешь человек надо на сегодняшний день я все больше убеждаюсь чем больше мы живем чем дальше мы живем у человека все больше и больше гордыни и он больше думает о себе чем о ком-то и особенно в опасной ситуации для него какой-то или невыгодной он больше за себя подумает но не отрицаю есть и конечно же безусловно достойны уважения людям потому что знаете сколько раз сталкивался вот у нас в ленинградской есть педагогический колледж и в основном педколледжи это датели учительницы и поверьте она такая закадышная подруга но если им понравился один и тот же мальчик они начинают друг друга подставлять хотя много лет дружат уже и с этим очень часто я сталкиваюсь поэтому вот с друзьями не знаю можно и да и нет можно сказать но все таки вернемся почему молодой человек должен все таки любить и уважать своих родителей в заповеди которые я озвучил дал господь в ветхом завете есть такая заповедь чти отца и матерь свою и буди тебе благо и долголетен ты будешь на земле как думаете что такое значит долголетие но самый простой вариант долгожить еще какой вариант есть предполагаю будут помнить молодец еще варианты долго будут помнить души еще раз в душе в душе родителей может быть как молиться тебе будут может быть из поколения в поколение еще какой вариант как думаете что такое долголетие но давайте вижу опять по вашим лицам вижу что вы все знаете только стесняетесь молодец вот это тот момент сегодня есть проблема что у многих людей нету детей господь им не дает и долголетие это одна один из ответов это увидеть своих детей внуков правнуков то есть долголетие в твоих детях если ты будешь неуважительно относиться к своим родителям будешь строптив за твою гордость и непослушание тебя господь тебе господь может попустить не иметь своих детей почему потому что ты не ценил своих родителей значит и не достойно чтобы у тебя были дети которые будут ценить тебя или наоборот попустят тебе таких детей чтобы ты ощутил каково было твоим родителям в том числе вот ну может быть давайте какие у вас вопросы появились конечно пожалуйста кому нужно как бы может отходить приходите наш неповинность какая-то у нас с вами дружеская беседа ну какие у вас вопрос есть не бойтесь компрометирующих вопросов я с радостью матри отвечу на все меру своих знаний а там тишина и покой и только пули летают над головой ну-ка какие вопросы есть не стесняйтесь ну ничего страшного вас же что-то все равно интересует почему в церкви так они так почему допустим молятся так они по-другому ну давайте еще раз куда попадает человек когда умирает вот смотрите по откровению святых отцов по так называемым проводникам которые испытывали клиническую смерть ну конечно мы больше опираемся на святых отцов на их высказывание люди двери человеческая душа вот так правильно будет сказать близ тела находится три дня она виде все что вокруг такое душевное или же в том числе физическое непопечение ведется здесь 3 по 9 прикрещение ангел дается каждому человеку и ангел ведет показывает рай человеческой душе где находятся святые рядом с господом и вот тут немножко разница некоторые святые отцы говорят что 9 по 40 день а некоторые говорят с 9 до 40 дня сейчас объясню что душе показывается ад и в 40 день ведется или через мотарство или с 9 по 40 ведется через мотарство что такое мотарство я объясню мотарство это определенные ступени через которые ведут душу и на каждой ступени останавливают бесы душу и обличают ее в тех грехах которые она садила при жизни ну к примеру гордился чеславился самонадеян был пренебрегал людьми ангел-хранитель в этот момент душу оправдывает смирялся просил прощения помогал нуждающимся то есть идет борьба за душу и мы конечно же в эти дни сорокадневного периода молимся о нашем сроднике или близком знакомом человеке чтобы о чем молимся чтобы господь простил прегрешения и чтобы многие грехи он простил и на чаши весов книги жизни господь больше прочел его добродетели и наших трудов которые которые бы он оправдался и обрел царство небесное царство небесное оно очень тяжело созидается мне доводилось может вы видели в интернете некоторые как святые уже в гробу сфотографированы у кого-то на лице огромная радость улыбка а у некоторых наоборот боль страдания почему как вы думаете почему разные лица ведь еще раз но он же еще от него не отпели еще 40 дня нету в сороковый день ему уже господь дает ответ куда он пойдет 40 вот такой радость ну смотрите одно из вот высказывание на эту тему значит как отделяла от тела вот то что часто изображает скелет с косой смерть это как личность смерти это не в концертация факта ты умер и все а это как личность который приходит отделяя душу от тела и вот это отделение коса одной один из инструментов если ты старался жить как минимум более нравственной по совести как минимум потому что еще раз скажу господь говорит по плодам вашему знаю вас лучше все-таки достойным был православным христианином каялся в своих грехах причащался то есть соединялся со господом на земле то это отделение она безболезненно то есть смерть не страшна тому человеку который не боится ее в плане того что он не попадет в рай вы знаете на днях я исповедовал причащал одного дедушку его 97 лет он как бы ну такой то плохо то хорошо ему но уже лежачий я естественно вы не знаете о ком идет речь поэтому это не разглашение исповеди разглашение исповеди когда допустим он пришел и говорит я вот это вот это сделал а его другу игра ты знаешь но вот у тебя друг и то 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 сделал вот это разглашение исповеди вот этого я не имею права а если он приходит и говорит я иду баюшка вася убивать то я сообщаю в органы чтобы вася жизнь сохранить а его душу не загубить или он чтоб сам не загубил то есть исключительный момент в которых я только имею право разгласить исповедь вот вы знаете как ни парадоксально наша с вами тема как раз к нему и обращается это чего всего в чем каялся не в том что может быть мало детям уделил внимание не в том что где-то может быть в колхозе он что-то проворовался а в том что он недостойным был сыном и где-то не слушался и обижала своих родителей то есть вот за что особо и это часто у пожилых людей за что гложет совесть их за недостойное отношение к своим родителям так ищу давайте еще и на ваш вопрос ответил какие еще вопросы есть камера нам еще работает но может быть экономия батарейки ну что вам еще интересного рассказать там чего-нибудь нас вопросы задали какие-нибудь не почему костра нет почему костра и покажите коснем братья сестры мы в доброй беседе у костра у нас все приготовлено вода рядом с техника безопасности есть ничего страшного нету то все начинают немножко познакомиться чтобы каждый сказал как его зовут и может быть что-то о себе захотел сказать там может быть какое-то словечко которое его характеризует или там ну несколько буквально слов там ребят подходите кто там сторонке давайте соберемся подведем итог такое скажем так знакомство и там уже дальше давай я поснимаю чтобы я вас всех показал вот такие у нас как молодые красивые ребята вот видите с подсветкой давай еще раз покажем молодые красивые ребята еще раз напомню мы по благословению архиерея владыки сидора ой владыки германа простите вот я участвую в этом велопробеге так надеюсь все вам слышно 14 человек в эфире 300 уже посмотрел я начну меня зовут алексей не дашковский я являюсь начальником управления по делам молодежи 2009 года работаю в молодежной политике я являюсь одним из организаторов этих велопоходов которые проводятся на сельском районе уже четвертый год подряд коротко можно еще короче можно для меня я думал мы пойдем по часовой стрелке да влад привет я влад краска сестра таланта меня зовут павел занимаюсь спортом музыка музыкальную школу окончил на кого пойдешь дальше на гитарист хоровой закончил на гитаристы ты в школу пойдешь или в училище уже в школу ну вот немножко с вами поделюсь одно из шести моих образований это дирижер хоровик учитель музыки вот подскажи мне у тебя были такие ну прям тяжелые моменты когда ты хотел и бросить и ну вот ну простите я с вами и в кто в эфире сейчас смотрит и с вами поделюсь у меня были очень тяжелые моменты когда я просто срывался и по клавиатуре рояля бил кулаками вот настолько тяжело порой давалась музыка были ли у тебя какие-то срывы и как ты их преодолевал если были у меня родители заставляли у меня как бы они были но они все равно настаивали чтоб я занимался но ты жалеешь что они тебя заставили закончить нет ну ты будешь в хоре петь ты же хоровой закончил да будешь петь и нам коня споешь нет хотите сегодня споем выйду спорю с конем все ну мне надо только эту помощь у ки гугл давай расскажи за себя немного меня зовут даниил мне 15 лет я занимаюсь танцами и я рыжий сочувствую это да да ты особенный и не стесняйся этого кто еще кто у нас там по кругу александр александрович меня зовут александр александрович я тренер со мной вместе всем ребят в этот раз пошло почему в этот раз потому что мы были и в прошлом году в подобном походе и мы довольны что мы можем пойти поучаствовать в таких мероприятиях естественно благодарны и я не понял в том году у нас было здесь я говорил или нет что надеемся надеемся увидеться в этом году в этом вот в этом году мы увиделись и сейчас опять говорю что будет хорошо если мы и в следующем году снова увидимся в этом походе или будем мы опять в обратном направлении идти я не знаю прощальный вечер этого друг друга просили прощения ну это я не помню ну это я не помню ну после Должанки мы уже шли есть домой жаль что не все могут пойти экзамены сдают кто-то кто-то работает вот ну получилось в этом году так собрать то есть людям интересно детям интересно ходить такие мероприятия вот поэтому а что там давайте может еще чаю поставим чаю можно поэтому до встречи в следующем году 2019 я сейчас пока следующий не говорит напомню Паша да тут тебе написали держись брат потому что я пока учился на гитаре играть все руки в крови были кто следующий девчонки давай меня зовут Виолетта мне 14 лет я закончила музыкальную школу занимаюсь играем на фортепиано и ну что еще рассказать все наверное ну и ну хочу связать свою жизнь с музыкой молодец следующий дайте фонарь подсвечу вас или кто-нибудь подсветите подсветите чуть-чуть ага меня зовут Таня мне особо нечего рассказать я занимаюсь триатлоном люблю спорт и моих друзей они всегда готовы поддержать и всегда помогут ага умничка покажите вот ее пошел многие говорят темно было не видели а некоторые говорят хочу с вами в поход пишут всем привет меня зовут Ростислав мне 15 лет я занимаюсь спортом только 9 классов больше никого образования не имею имею успех в спортивной ходьбе поход уже хожу не первый раз был даже на звезде Кубани и прошел поход третьей категории сложности на велосипедах второй вопрос пишут почему у тебя такая прическа хайповая ну такая прическа красивая у него прическа отстаньте от него охотный парень в неуропа вводит по России если бы я характеризовал себя цветом это был бы серый все ты не серый ты золотой кто нас следующий Данил Даня Даня давай я тебе подсвечу Данил шумов давай меня зовут Данил Шумов Я закончил восьмой, перехожу в девятый класс, занимаюсь триатлоном Молодец, сейчас прежде чем следующий скажет, а вот кто пишет, это и есть батюшка Батюшка Лав называется, а батюшки нету, говори Меня зовут Алексей, я окончил музыкальную школу по гитаре Вот, и как бы с руками у меня было все нормально, без крови, без ничего Также занимался дзюдо еще, но потом бросил Ну в принципе Чего бросил? Не знаю, как-то сначала нравилось, а потом уже перестало как-то нравилось Буч заканчивалась? Нет Разряд какой-нибудь?